Шалах. Шалах, значит, пошли, да? Бэмидбар, чисел, 13 глава, с 1 стиха по 15 главу, 41 стих, автора, Егошуа 2, 1, 24. Эта глава, можно сказать, «Еврейский кошмар», правда? Чем-то похожа на фильм «Ужасу». «Ваедабар Адонай Эль Маше Левимор» Говорил Бог, обращаясь к Маше так, как многие главы здесь начинаются. Шлах леха. Шлах леха. А нашим. Ваятуру от эрец кнаан. Ашер ами на тен. Лебней Исраэль. Иш ехат. Иш ехат леватай аватав. Киш лаху, коль носи ваам. Шлах леха. А пошли ты. Да? Очень первое слово. Шлах. Грубая, да? И леха. Как лех, леха, да? А пошел ты. А здесь, а пошли их. Он их послал. Хорошо послал. И они пошли. И что из этого вышло? Правда? Пошли от себя людей, чтобы усматривали они страну кнаан. А почему так Бог рассердился, дается толкование во второзаконии. Потому что это не Божья была воля. Это получилось, что вынужденно Бог разрешил послать. Страну кнаан, которую я даю сынам Израиля, по одному человеку от отчего колена пошлите. И каждый из них должен быть вождем. Наси князем буквально, да? Наси вождь князь. Фаишлах атам Маше. И послал их Маше. Из пустыни Паран послал Бога. И все люди эти главы сынов Израиля. И вот имена их. И так далее говорится об их именах. Выделяется 12 человек по одному из каждого колена. И мы знаем, что это не просто были самые лучшие, самые умные, самые хитрые. Или какие-то специалисты по военному делу. А просто это были самые главные. Главные князья Израиля. Ответственные за свои колена. И 40 дней они были там. И возвращается. И помните, что из них было? Два человека говорили хорошее. А остальные об израильской земле. Что говорили? Плохое, да? И из-за всего этого получается, что еще 40 лет евреи должны были ходить по пустыне. Поэтому я вам даю мидраж в стихах. Слышали этот мидраж в стихах, да? Я бреду за тобой, белый старец клюкой, Убеленный сединами лет. Плохо лет нам идти, Моисей, Моисей. Неужели 40 лет за один только миг, Миг сомнения и ропота глупой толпы? Неужели 40 лет за смущение и крик Оставлять нам в пустыне гробы? Неужели 40 лет хватит жизни или всей? 40 лет нам брести, Моисей, Моисей. Посмотри в эти красные злые глаза, Посмотри в этих ртов, перекошенных тьму. Дал свободу Господь, цепи рабства сорвал. Нас он ввел и поил, и кормил, и спасал. А мы снова хотим тишину. И вот снова и снова слышен крик тот. «Назад!» Мы забыли рубцы от кнута. Плоти голос, как пот, застилает глаза. Но ведь если назад, это путь никуда. Боже, в муках каких ты народ сей рождал. Десять раз, десять раз ты народ сей прощал. А теперь ты сказал «никогда». Никогда не увидеть зеленых полей, Прах отцов засыпает песком сыновья. На песке ни следов, ни надробных камней, Ни могил и холма. Только стонет земля. Сколько лет нам идти, Моисей? Ни один не дойдет, ни один из роптавших Средь чудес благодати его не познавших. Сорок лет — вот расплата. За день лишь один гнева. Впереди Моисей, Навин с ним, околяв слева. Это чисел глава, где исчислены все. Где измерены, взвешены мы, Моисей. Каждый волос исчислен, и есть всему мера. Все измерено здесь, и любовь, и надежда, и вера. И за каждое слово назначен суровый ответ. Сорок лет, сорок лет, сорок лет, сорок лет. По камням, по камням неуемной толпы топот. И опять застилает лоса, и летит к небесам ропот. Перестаньте роптать. Неужели уста не устали? Лучше уж промолчать. Ранят эти слова хуже стали. Ну а мы, что опять открываем уста ныне? Чем мы лучше, чем те, что брели по пустыне? Это образы нам, это повесть для нас. Из тьмы глубины нам их слышится глаз, Шелест бустолиствы, или племен затерявшихся ропот. Дай нам Божий излечь из примера всего опыт. Те люди, которые были посланы в Израиль, в этой главе названы Тайярим. В других местах слово «солидательный» переведено словом «мераглим». Мераглим – это что? Ножками-ножками двигается, да? Ходоки. Знаете, известная советская картина «Глюки ходоков у товарища Ленина». А здесь употреблено слово «тайярим». «Тайяр» означает «турист». И слово «тур» от того же слова. «Тайяр», «тур», «турист». То есть это фактически Маше открыл первое туристическое агентство в Эрис-Израиль и выдал 12 сорокадневных горящих путевок. Ну такие они и подарили. Они не сумели правильно оценить достоинство Эрис-Израиль и усомнились с доброй волей Бога. Их ошибочные донесения вызвали мятеж, который повлек за собой суровое наказание всего еврейского народа. Поэтому я назвал эту недельную главу «Ошибка резидентов или когда миссия невыполнима». Помните, хотя Ашеб уверил, что Сесарец Израиль – богатая земля, из людей этого поколения никто не видел ее. И они были уверены, что земля стоит, чтобы вести большую войну. По сравнению с многочисленными и хорошо обученными войсками тех племян, которые населяли эту землю, евреи казались себе горсточкой неопытных бойцов. Ведь неуверенность в своей силе. Робки Царства Божьей, они что? Не наследуют, правда? Робки Царства Божьей не наследуют. И когда они стояли перед теми людьми, а некоторые из них были великаны, то сами себя евреи представляли кузнечиками. И не только они казались себя кузнечиками, но и в глазах этих людей как бы были кузнечики. Но как вы думаете, они могли в действительности знать, каковы они в глазах этих людей? Нет? Через 40 лет оказалось, что эти люди очень боялись. Поэтому есть два, две истории вот таких про разведчиков. И можем потом сравнить эти истории. Вот что означали имена тех людей, которые шли в Израиль. И одного из них имя заменил Маше. От колена Реувена шел Шамуа бен Закур. Слово Шамуа – это значит то же самое, что Гашем, только наоборот. А Закур – волшебство. Получается, Гашем наоборот, имя Божие наоборот, и он был сын чего? Волшебства. И это отвечает, то есть каждый из них, он имел какие-то отрицательные черты характера. Мы это можем видеть. И это черта характера, которая у него была, можно назвать непокорность. И поэтому непокорность есть такой же грех, как волшебство. Как мы знаем, из 1 Шмеля 15,23. От колена Шимона шел Шафат бен Хори. Шафат – это означает, видите, от слова, что у него было злое побуждение. И он возносил Хуллу. Из-за этого он был Хорин – освобожден. Хори – освобожденный от вхождения в землю Израиля. Из колена Ягуды шел Калев бен Яфуде. Калев – слово означает Калев – собака. И происходит от чего? Ке-лев – как сердце. И в сердце своем он превознес, вознес хвалу на Эрис Исраэль. Он не последовал дурным советам лазутчиков, и поэтому Ефуне он освободил себя. От колена Исахара – Игал бен Йосиф. Игал от слова означает высокомерный. Га – высокомерный. И его постигла безвременная смерть. Несаф – был оборван, был сорван. Из колена Ефрема – Гоша бен Нун. И вот это Гоша, Осье, его назвали, ему дал Бог какое имя? Е-Гошуа. Е-Гошуа. Он был просто Осье – Бог. Бог спасет, а Е-Гошуа – это от слова Юд, Бог спасающий. Бог спасающий. И говорят, что бен Нун происходит от арамейского слова «рыба». И потому он носил это имя, потому что был правильный и чист, как чиста кошерная рыба, разрешенную пищу целиком. От колена бен Йамина. Палти бен Рафу. Палти, он, Палат, согрешил, выбросил все свои добрые дела и потерял силу. Рафу означает ослабление. От колена Зеволона – Гадиэль бен Содзи. То есть, гад, да, он вроде бы счастливчик, но он был, выступал против Всевышнего. Поэтому у него были слова «кэгэдим» – слова «жёсткие, как жилы». От колена Минаши – Гади бен Суси. Он в «эгэд» говорил, когда рассказывал, что эта земля, любящая своих жителей, и вызвал гнев Божий. Сусия – гнев. От колена Дана – Амиэль бен Гамале. Он говорил, что жители этой земли сильнее нас. Тем самым он, Гамаль, воздал себя и не смог войти в Эрец Израэль. От колена Ашера – Стур бен Михаэль. Стур от слова «сатар», отвергающий, отверг великие чудеса, которые творил всемогущий от имени со временем исхода из Египта. И также он говорил, что землю Израиля покорить невозможно, то есть землю Эрец, и Канаан тогда еще. И он признавал слабость Бога. Мах – слабый. От колена Нафтали – Нахби бен Вавси. Значит, он утаил. Ахби спрятал правду о земле. И Наса прекратился. От колена Гада – Гуэль бен Махи. Гаа муль кель. Он возгордился перед Богом. И поэтому тоже стал Махи – слабый и бедный. И лишен был своего наследия. А, когда Маше молился за Егоша, вы помните, что он за одного только из них молился. Да? Удивительно. Молился за Егоша и назвал ее новым именем. Был Оше, стал Егоша. Да упасет тебя Бог от дурного совета лазутчиков. И поэтому Сесина избавит Йошиаха от заговора разведчиков. И это было испытание для них. Видите, пробный камень. Пробный камень. Пробный камень. Как они оценят землю Израиля. И что? Есть камень. Да? Для них камень преткновения, а для них камень фундамента. Фундамента. Вот знаете, люди делятся на несколько категорий. Вот стоит пессимист в туннеле. Говорит, этот туннель такой длинный и такой он темный. Да? Оптимист говорит, но я вижу свет в конце туннеля. А реалист говорит, здесь рельсы есть. Мы поедем туда на этих рельсах. А водитель паровозов в данной притче Господь что видит? Трех идиотов, стоящих на рельсах. Правда? Вот они что? Подобный и получился. Так что в своей жизни они хотя и изучали Тору, как мы говорили, они оказались болванами. Помните? Болван это тот, который чего? Баальдас, мудрец, да, ходячий знаний. А Баальбина, то есть рассудочного размышления, он оказывается болван. И вот они начали рассуждать. Да, земля Израиля хорошая. Но! Да? Вот говорят, от переместа, перемены мест слагаемых не меняется. А если бы они наоборот сказали? Да, в этой земле укрепленные города, да, в этой земле сильные войска, да, в этой земле живут великаны, но! Правда? Те же самые слова можно было бы сказать, но и тогда было бы все совершенно по-другому. То есть теория не должна расходиться с практикой. Любое несоответствие может привести к грубым ошибкам. Рассказывают, что греческий философ Аристотель однажды оказался в компрометирующей его ситуации. И когда у него потребовали объяснений, он воскликнул, сейчас я не Аристотель. Вот так. Ну, еврей, конечно, не может сказать, сейчас он не еврей, да, потому что мы призваны Богом, и мы не можем сами на время какое-то снимать эти погоны, это призвание, которое мы имеем. И это очень похоже молитва за Егоша Беннон, то, что в Луке 22 стих 31-32 22 глава 31-32 стих сказал Господь Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, да, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Очень похоже, да, на молитву Егоша. Который говорил, то есть Егоша, он должен был утвердить братьев своих, хотя братья оказались робкие. Тех было 12, и 12 было что? Учеников Ишева. И хотя мы знаем, что Петр Петр тоже не устоял, однако, несмотря на это, он возопил громким голосом, Иисус, Иисус, дайте мне закончить, дай мне закончить эту лекцию. И голос его стал чистым и звонким, да? Хорошо. Итак, продолжаем. Дальше. В Пиркей, а вот, говорится, не будьте как слуги, угождающие своему господину ради вознаграждения. И своим ученикам Ишуа, как говорит, что вы теперь, да, не просто рабы, не просто слуги, но вы кто, да, вы мои друзья, вы мои ученики, да, и будете свидетельствовать другим людям, чем своей любовью, правда? А разведчики говорили, мы были саранчой перед ними, в своих собственных глазах, и таковыми были в их глазах. Когда есть такое выражение, быть в чьих-то глазах, это значит, что это неправда. Это только в чьих-то глазах, да? То есть, есть праведник в своих глазах, например. Он был праведен, где? В действительности, и он был праведен? Он только считал себя праведником, да? И так далее. Хорошо, в действительности все было не так, потому что, помните, что народ боялся евреев, но потом они перестали их бояться, безусловно. Хорошо, и тогда Господь сказал, да поле будет гневить меня этот народ, да коли не уверятся они во мне, да, при всех знамениях, что я совершил, уничтожившись, да, и опять произведу народ достойнее и многочисленнее его. Но только двое из двенадцатых, Егоша и Калев, утверждали, земля, по которой мы ходили для разведывания, земля очень и очень хороша. Вот, заметьте, интересно, двенадцать колен, и рассеялись, и рассеялись эти колена, да, а колено Игуды, да, осталось, сколько мы сейчас вот знаем. Помните, колено Игуды и Вениамина составило южное колено, а остальные колена были рассеяны. И они что, говорили им, и укрепитесь, гид хазактем, гид хазактем, хазак сильный, да, укрепитесь вы и возьмите от плодов земли. Арабин Ахман из Братслава говорил, на нас надлежит обязанность протестовлять и заявлять, что земля Израиля это наша земля. Народы мира незаконно отобрали ее у нас и их права на эту землю. Хазака, еще слово хазака означает право, не есть истинное право. По закону, если кто-то отправит права другого на землю, хазака, он же и должен привести убедительные доказательства, даже если он реально владеет этой землей. И сказали, пришли мы в страну, которую ты послал нас, и действительно течет она молоком и медом, и вот плоды ее, но силен народ живущий на земле, то и города укрепленные весьма большие. Помните? Еще говорю о земле, земля пожирающая тех, кто проживает, а дословно сидит на ней. Святая земля не терпит тех людей, кто просиживает на одном месте, говорит еврейский бедраж. а не стремится выше к духовному совершенству. Можете записать, да? Земля Израиля не терпит тех, кто просиживает на ней, а не стремится к духовному совершенству. Было время для этих народов покаяться? Было, правда? Но они не могли покаяться. Поэтому даже земля пожирает таких людей. Это из комментариев Зимрат Гаарец. Вавилонский Талмуд трактат Сота также говорит. Но Калев успокаивал народ перед Моше и сказал раба, он успокаивал их своими речами. Сначала обратился к народу Егошева, но сказали ему, этот обруква еще и разгольствует. Так называли они Егошева за бездетность. Подумал Калев, если я обращусь к ним, то они меня опозорят и заткнут мне рот. И сказал он им, разве только это сделал нас сын Амрама. Созвался комментарием, называв Моше сыном Амрама, Калев создал впечатление, что он собирается поносить Моше. И тогда все внимание людей было устремлено к нему. Решили, что Калев собирается поносить Моше и умолкли. И тогда Калев продолжал. Вывел подразумевается Моше из Египта. Расек перед нами море, накормил нас маном. Неужели не послушаем его, даже если он скажет нам, сделаем лестницы и поднимемся на небеса. Непременно взойдем и завладеем ею. Люди же, которые ходили с ним, сказали, не можем мы подняться на народ этот, ибо он сильнее нас. И сказал рабе Хайнина бен Папа. Великую вещь, сказали тот час разведчики, ибо он сильнее нас. Читай не нас мемену, а него мемену. Видите, когда мемену или мемену, стоит вав на конце. Мы можем какую хотим поставить огласовку. И тогда получилось, что разведчики похулили Бога, потому что они сказали, да, он сильнее нас, этот народ, а народ это сильнее кого? Его, Всевышнего, да, вы знаете, что имя Всевышнего обычно не упоминается, сильнее его. То есть даже Бог не может сделать так, чтобы мы победили. Но тогда сказал им Ивошу, только против Бога не вставайте. То есть они уже в этом самом восстали против кого? Против Бога, да, не против Моисея, не против Его, что бенуна и калеба, а против Бога, только против Бога не вставайте. Один страх перед великанами и укрепленными городами они считали бунтом против власти Творца. И когда еврей полагался до Всевышнего, нет места страху перед людьми, так рассуждали Калеб и Егошу. И об этом пишет псалмопедец. Если Бог за меня не убоюсь, что может сделать меня человек? Так комментирует Рабейна Бахае. Если Бог за меня, то что? Не убоюсь, Адоно Илли Илло Эвкат Мая Сели Адам Да? Если со мной Господь, что? Не убоюсь. И что тогда сделает мне человек? И вы помните, когда это происходило? Какой день? Девято Ава. Девято Ава. Совершенно верно. И сказал Господь благословенному, за то, что плакали они без причины, я дам им причину для плача. Правда? И плакали они зря, и Бог установил этот день днем плача. И вот Деша Ба, Девято Ава, очень были неприятные всякие события. Девято Ава, например, да, 1306 года, да, Девято Ава, во-первых, был разрушен какой храм? Первый, Девято Ава был разрушен какой? Второй храм. Девято Ава пала последняя, Масада последняя крепость Бар-Кохбы, да, и еще Девято Ава В 1306 году были евреи из Франции и при этом ничего не разрешили взять с собой. Девято Ава 1492 года были изгнаны евреи из Испании и более 300 тысяч евреев покинули страну, многие крестились, но Инквизиция практически всех выловила и уничтожила. Дон Ицхак Абарбанель, тогдашний министр финансов Испании писал, что ему несколько раз удалось отложить изгнание, но в конце концов оно произошло Девятого Ава. Видите, все такие вещи происходили Девятого Ава. Девятого Ава была объявлена мобилизация в России в 1914 году перед началом Первой мировой войны. Фактически это мобилизация России и послужила основным началом войны, потому что из-за какого принципа началась Первая мировая война? Из-за какого принципа началась Первая мировая война? Из-за Гаврилы принципа, который стрелял наследного принца Австро-Венгерской империи и его жену. Могу вам показать фотографию, сделал буквально за момент до выстрела, когда они садились в автомобиль, как-нибудь вам принесу. Покажу. Хорошо. И эта война разрушила устоявшийся быт еврейских общин Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины и Австралии. Было убито очень много евреев замучено, разрушено синагог, ешив, сожжено много свитков Торы. И в результате победил коммунизм в России. И эта война подготовила почву для Второй мировой войны. И еще была такая ванзейская конференция, если кто интересуется, у меня есть фильм, такой полудокументальный, где решался вопрос, о чем? о евреях, что делать с евреями. И эта ванзейская конференция, на которой было принято как раз решение об уничтожении евреев, тоже происходило 9 авгу. 9 авгу это, по-моему, уже какой? 1941 год. Да, 1941 год. Так что мы видим. И вот, что сказал Илазар Бен Парта. Если хочешь знать, сколько вреда от слова языка, посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. Разведчики говорили плохое о стране, то есть о камнях и деревьях. До этого наши предки грешили в пустыне 9 раз, но все им простилось. А приговор вымерить им пустыни был только за злой язык, то есть за споры и сплетни. Еще говорят, почему боялись войны эти разведчики, потому что из-за страха потери высокого социального статуса. Говорят, что это было поколение людей с рабской психологией. Они не могли войти в страну. По каплю выдавливал бог рабов. Рабов. 40 лет. Знаете, Чехов, по-моему, говорил, что надо по каплю выдавливать раба. Но этот процесс евреев занял ровно 40 лет. Это серьезно. Евреи вышли из Египта, да? Но они взяли этот Египт с собой. И теперь надо было Египту выйти из евреев. И этот процесс занимал 40 лет. Из Египта они вышли за один день. А Египет из евреев 40 лет выходил. Вот эти представители колен, они были люди явно уважаемые и достойные. Что же их привело к самообману и последующему обману народа? Представители колен, если так говорится современным языком, не захотели привести евреев в обетованную землю именно потому, что они принадлежали к истеблишменту, то есть высшим, занимали высокое социальное положение. Как это не парадоксально? Но руководители колен были заинтересованы в продолжении состояния исхода. Согласны? Пока евреи были в пустыне, они были маленькими царьками в каждой своем племени. А если бы евреи вели свое хозяйство, то каждый хозяин своего рода, хозяин своей семьи, он был бы и подчинялся только Богу. То есть вот такие вещи. Дальше говорится молитва Моисея. Молитва Моисея. И Моисей снова молится. И снова он молится. Да, Бемидбар 14 глава с 11 по 21 стих и ходатайствует за Израиль. Хорошо. Дальше. Еще. Представление человечества о Боге зависит от положения евреев. Молитва Моисея и принятие ее Богом указывает нам на причину, по которой мы, несмотря на многие греки наши и постигшие беды и катастрофы смогли выжить в течение трех тысяч лет. Моисей видит основания для своей просьбы спасения евреев в том, что представление человечества о Боге в большей степени формируется впечатлением того положения, в котором находятся евреи. Когда народы мира видят евреев в галуте, униженном состоянии, они начинают пренебрежительно относиться к Богу евреев. И тем самым имя Всевышнего оскверняется. А полное уничтожение евреев вообще бы могло быть воспринято человечеством как крах божественных планов исправления мира. И наоборот, когда евреи поднимаются и одерживают победы, и тогда Бог приводит их в землю Израиля. И в глазах человечества это связывается с подтверждением откровения и исполнения божественного обещания. Это величайшее чудо, которое произошло в 20 веке. И весь вопрос был не идти или не идти, а когда идти. Правда? Когда идти. Земля это все равно будет завоевана. Но был сделан выбор. Не в то время. И вместо того, чтобы войти легко, быстро, пришлось им входить длительное время и уже при поколении Егоша Беннуна, да? И бороться с более сильными племенами. Они все же самые племена из-за того, что евреи ослабли, да? В своих глазах и в глазах этих племен, они усилились перед евреями. Они усилились перед евреями. Как жив, говорит Бог, как говорили вы мне, так и поступлю с вами. И это интересно. Ваша молитва, дорогие друзья, исполнена. Хотели вы умереть в пустыне? Нате вам. Отсюда нам урок. Когда молишься, думаешь, что говоришь. Не дай Бог, Бог ответит на твои молитвы. Согласны? Они говорили, лучше бы умерли мы в стране египетской, и в пустыне падут трупы ваши. И все, которые были ответственны от 20 лет и старше за то, что вы роптали на меня. А сыны ваши странствовать будут в пустыне 40 лет и понесут наказание за распутство ваше. Сыны виноваты или нет? А почему они несут наказание? Потому что последствия греха, как говорится, Божье посещение, распространяется на определенное количество времени. Слава Богу, ненадолго. Правда? Да. И все люди, распускавшие клевету на страну, умерли от моря перед Богом. Хорошо. А потом они вдруг решили, ой, господи, мы передумали, ты был прав, и мы так сделаем. Вы знаете, дорогая ложка к обеду, правда? Это называется махать кулаками после драки. Когда они начали махать кулаками после драки, по им кулакам хорошо дали. Знаете, как это получается? При задержании подозреваемый получил ряд болезненных ударов, нанес ряд при задержании, как это отчет милиции, при задержании подозреваемый нанес ряд болезненных ударов различными частями своего тела по нашим кулакам. Да? Так случилось и с евреями. Они начали кулаками махать тогда, когда не надо. И получили то, что им нужно было получить. И сошли амалекитяне и к нанее жившие на той горе и разбили их. И громили и их дали до самой хормы. До самой хормы. Хорошо. Теперь можно сказать немножко о второй экспедиции. Да, была первая экспедиция и вторая экспедиция. Там уже называется другим словом мы говорили Мераглим. Если первая Тайарим, они шли просто так смотрели. И вы знаете, помните, что это рассказывается, почему так Бог сурово сказал, послал, да? Потому что они сомневались в земле Израиля. Им интересно было, а действительно ли так хорошо, как говорил Бог, да? А верно ли сказал Бог, да? то была другая экспедиция, которую послал Маше. И эта экспедиция как раз идет к авторе этой главы. Поэтому мы поговорим немножко и по второй экспедиции. Почему первая попытка провалилась, а вторая оказалась успешна. А о какой экспедиции говорится? Об экспедиции, которую Егоша бен Нун, да? послал на вражескую территорию. И вот первое. Создается впечатление, что выдвигая требования послать соглядатые израильтяне вовсе не думали о подготовке военной кампании. Они не пытались выяснить, как это было позже под Ерехоном, с какой стороны удобнее проникнуть в Ханаан, а все, что интересовало их, стоит ли вообще туда идти. И действительно земля там такая, такая, такая. Помните, как сказал Еве, а верно ли сказал Господь, да? Авки Амар Гошем. А разведка предпринятая во время Мошем четко показывает, вторая при Ге-Гоша Бен-Нуне, то четко показывает свое направление, да? Выяснить стратегически важные моменты. И послал Егоша сынуна из Шитим двух соглядатых, тайно говоря, пойдите, осмотрите землю и Ерехо. Евреи уже были на границе страны. И разведкой решается практически вопрос не что это за страна, а как удобнее и надежнее войти. Не что, а как. И третий пункт, третьих разведчиков послал сам Егоша без участия общественного мнения. И только двоих. И отчитывались они только перед ним. То есть это была не политическая акция, а какая? чисто военная акция. Существует также разница между двумя экспедициями в отношении их состава. Иисус Мавин послал двух никому неизвестных тайных агентов. Они нашли укрытие в доме нереконской проститутки. Ну, я не знаю, куда бы я пошел, чтобы выяснять, где тут самые военные объекты важные. Они дошли в самый важный военный объект публичный дом. Это будет наша штаб квартира. Кстати, что многие разведки именно современные тем и занимаются. И сбор через женщин, через даже публичные дома и так далее, потому что много информации уплывают через такие источники. С точки зрения современной стратегической они поступили вполне правильно. Хорошо. И значит в книге Клиэкар приобретшей широкую популярность комментариев Араби и Ефраима из Люншица указывается еще одна причина неудачи первой экспедиции. В ее составе не принимало участия ни одной женщины. А в составе второй экспедиции сразу началась выруборка авентурной сети. И это была женщина. И это очень важно. Тоже интересная такая мысль. Хорошо. Соглядаты, которые первой экспедиции, они немножко превысили свои полноводия. Их задача выяснить только факты. Они вместе с фактами что принесли? Выводы, правда? Вторая экспедиция, она четко указала на то, какое состояние было у народа, как они были подготовлены к войне, и оказалось, что взять этот город будет возможно. Но несмотря на это, между прочим, на Иерихон не полезли в первый день. А сколько дней подходила подготовка? Да, неделю. Неделю. Вот. Воюют ли евреи в субботу? Спросили у кого? У Машедаяна. Не знаю. Мы начали воскресенье, кончили в пятницу. Шестидневная война. Но здесь была семидневная война, если можно сказать, потому что на седьмой день они вскричали. Это, кстати, значит, вывод выходит, что они хотя бы одну субботу тоже ходили. Правда? И в седьмой день прославляли Господа. Совершенно верно. И здесь уже не было никакого слова но. Города действительно там большие, укрепленные, но нет никакой причины бояться этих высоких стерк и засевших внутри гигантов, пресловутых анаким могли бы сказать тогда еще разведчики. Ибо народ сей лахмену нет ему защиты. Слово лахмену воспринимается как наш хлеб. То есть у раши в сеноидальном переводе Библии народ всем достанется на съедение. Но первые разведчики эти не сказали, да? А вторые сказали, что народ будет лахмену, нет ему защиты, да? Хома защита, лохама кому? Ему, да? Вот, лохмену, лахмену. А можно перевести как лахмену, то есть означает наш хлеб. Лехем ану, да? И видите, слово милхама, оно имеет тот же самый корень, как и слово хлеб. Хорошо. Ну, что? Давайте сейчас посмотрим, может быть, еще пару слов скажем. Итак, мы говорили о том, что плохие слова, сплетни, да? Они вызывают что? Вызывают гнев Божий и большие последствия. Что называется сплетней? Что называется сплетником? Тот, кто передает слова одного человека другому, тот, кто рассказывает, что он слышал о другом человеке, если это и правда, делает этим большое зло. И это иногда приводит к разрушению устоев мира. Другими словами, тот, кто рассказывает о другом человеке некоторые факты, которые могут этому человеку повредить. Это есть сплетня, запрещенные торой, даже если эти факты подлинные. И мудрецы говорят, за три греха человека наказывают в этом перегрядущем, за служение идолам, за кровопролитие, а больше всего за злой язык. Вот так, 40 лет в пустыне за несколько слов. Может быть, и справедливых, но сказанных неправильно. И надо было говорить, да, в этой стране есть великаны, да, эта страна такая-то, да, мы казались им кузнечикам, но за одно маленькое, но оваль. Здесь у нас такой банк оваль, но. И вместо оваль получилось оваль. Жаль, да? Ну что, прощайся с еще разочек стишок Шефнера, может, кто-то не слышал его из тех, кто будет слушать. Напрасненько, малютка, как быстро ты растешь. Вчера звучало шуткой, а завтра бросишь в дрожь, порхая пестрой птичкой круг нашего стола, ты злобное величие и когти обрела. Сидим за разговором, бутылки не пусты, и каркая, как ворон, над нами вьешься ты, кому-то станет тяжко, кого-то ждет тоска, а ты ведь легкой ташкой слетела с языка. Ну что, шабашало! Хэлэн.